Смысл какой? Основное, то, что нужно вам знать, опять же, упирается в три вещи по поводу лендингов. Это действительно нельзя уложить два часа, которые я всегда пытаюсь. Опять же, УТП, схематичность, копирайтинг. Опять же, все остальные моменты, связанные с конструкторами, связанные с мультилендингами, с картинками, как чего сделать, где найти дизайнера, если я рукожоп. Например, я рукожоп, и я не умею делать дизайны. Ну, хоть ты тресни, я не художник. И на самом деле, большая часть из вас людей тоже, вы не художники. Хотя, пытайтесь нарисовать дизайн. Я могу вам показать одного человека, как-нибудь обязательно сниму про него видео. Вот он, знаете, вот он садится, он берет что-то, чем-то накуривается и пытается 6 часов что-то нарисовать в лендинг-пейдж. То есть, ему дают ТЗ, ну, я, например, человеку просто написал ТЗ, то, что нужно сделать, просто возьми, накидай. Это просто трэш. Ну, если вы не дизайнер, ну, забейте, значит, найдите просто дизайнера, который вам сделает. То есть, не занимайтесь галиматьей, как многие люди пытаются. То есть, я художник, я так вижу или еще что-то. Нет, не заморачивайтесь. То же самое, если вы плохо разбираетесь с HTML, с прочим, ну, окей, не разбирайтесь. Вам зачем это все нужно, чтобы были продажи? А это значит, что у вас все упирается в три вещи. В УТП, в схематичность, в копирайтинг. Почему важен УТП? Потому что с уникальным торговым предложением или вообще с грамотно поданным предложением, в чем тоже очень большая проблема, даже на 2016 год. У людей, как объяснить, сделать сложно. Когда сделаете, увидите, насколько это круто. То есть, если я делаю предложение, вроде бы, чуть лучше, чем у конкурентов, но даже если оно есть, зачастую люди неправильно его подают. Тоже такая проблема есть. То есть, замечательно, крутое предложение, но оно неправильно подано, неправильно написан заголовок, неправильно подобраны какие-то бульты неправильно подобраны под него. Я могу включить сейчас аудиозапись со своим заказчиком, с которым общался совсем недавно. И, как бы смешно ни звучало, на другой стороне провода сидят два мужика взрослых, и они не могут понять сами, чем они лучше конкурентов. Хотя там все крайне элементарно. Они занимаются, вот я даже делаю сейчас газификацию дома, как раз вот этот скетч, по аудиозаписи, которую я записал вместе с ними. Так вот, мне приходится на ходу придумать все УТП, потому что они ничего не знают, вообще ничего не знают. Они вроде бы знают о своих конкурентах, они знают, что они есть. Замечательно. Что они предлагают, только по ценам могут определить. А то, что они умудрились найти отличные газгольдеры в России и продавать российские газгольдеры, а не иностранные, это они где-то в конце только вспоминают. Вот даже в аудиозаписи это понятно. То есть, ааа, это трэш. И да, это можно использовать. Тут можно прям российский флаг огромный повесить и зачеркнуть европейский флаг. Все, замечательно, у вас пойдут продажи. Особенно у нас сейчас 90% людей поддерживают Путина, и все, люди будут покупать. Все элементарно, все просто. И кучу еще плюшек, которые можно потом только добрать, опять же. То есть, вроде бы мелочь, но ваш подарок, наш подарок вам. От 5000 рублей, например. То есть, можно там заправка газгольдера бесплатная. То, что люди тоже забывают об этом. То, что у них самый крупный автопарк, один из самых крупных автопарков в Москве и Московской области. Да пофигу абсолютно на это. Ну и так далее. То есть, все эти моменты, их можно и нужно использовать на лендинге. А самое главное, важна последовательность. Кстати, поэтому я использую черно-белый всегда вариант в создании скетча. Потому что, когда вы используете пестрые вот эти вот все свои цвета, и сразу пытаетесь сделать красивый дизайн, дизайн у вас получается, вы видите одно, руки делают другое, получается по факту третье. С черно-белым такого не бывает. То есть, тут обосраться с дизайном и на середине где-то забить, вы хотите понять, что, блин, мне не нравится эта картинка, уйду обратно, такого не бывает. Вы сначала накидываете последовательность, понимаете, что здесь все логично, а потом только делаете дизайн. Вот поэтому лендинги работают. А когда вы пытаетесь сделать все вместе и одновременно, получается полная жопа. Вот об этом, в принципе, мы и будем говорить. Ну, а здесь, это первый, кстати, день наш будет. А второй день, у нас будет два дня по шесть часов. Во второй день я как раз буду рассказывать все вот эти моменты, связанные с красивеньким дизайнером, или как вообще найти дизайнера, с версткой, с мультилендингами, с адаптивностью, по поводу адаптивности. Адаптивность тоже такая вещь непонятная. То есть, вроде да, надо сделать адаптивный, красивый сайт, но на самом деле это такой бесполезняк, потому что правильнее сделать далеко уже на 2016 год, уже бесполезно делать лендинг под телефон. Вообще нужно сделать приложение под телефон, но люди об этом вообще не заморачиваются. Хотя сделать приложение под телефон, в принципе, недорого. Повесить его на этот самый, господи, заплатить 14 тысяч в год, чтобы на iOS висел, ладно, побольше сейчас это стоит с курсом, 20 тысяч, и бесплатно можно все на Android повесить, и все. И рекламировать приложение, что намного дешевле, чем рекламировать лендинг, потому что там другая реклама. И мобильный трафик лить на мобильное приложение намного проще. CPI-сети можно запустить, ну и так далее. То есть много всяких различных моментов, о которых даже люди просто не заморачиваются и не знают даже. Поэтому адаптивность, например, делать не надо. Ну, устройство просто должно нормально открываться все. Это правда. Вот. Так. Ладно. Что-то я разошелся. Приходите на интенсив. Он стоит 2 900 сейчас. Поэтому 3 тысячи, ребят. По-моему, стоит взять, заплатить один раз и понять еще на год вперед, что нужно делать. Все намного просто. Ладно. Вернемся к нашим баранам. Эх. У меня две темы, которые я еще хочу раскрыть в конце. Три. Три. Верни мне. Верни. Вот она. Три темы. Первое – это связанные с дизайном. Чуть-чуть расскажу. Второе – это про акции расскажу как раз. И третье – по поводу элементов взаимодействия. Первое – это дизайн. Я уже сказал, что дизайн – это такая вещь, когда вы пытаетесь сделать дизайн, вы пытаетесь сделать его очень красивым, очень креативным. Или вы пытаетесь его вообще, просто пытаетесь сделать хоть как-то, чтобы он хоть как-то выглядел. И убивайте на это 2-3 дня, 4 дня. Я просто это знаю. Потому что сам иногда пытаюсь сделать для своих лендингов дизайн. И лучше бы я никогда этим не занимался. Честно. И я это понимаю. И на данный момент я не занимаюсь вообще дизайном. Я к нему не подхожу. Я не дизайнер. Я не дизайнер платьев. Я не дизайнер чего там еще может быть. Я не креативный такой человек. Мне тяжело с этим. И большинство из вас, в принципе, та же самая петрушка. Либо у вас проблема с созданием скетчей, потому что вы не можете правильно все структурировать, чтобы было логично. Либо у вас проблема с дизайном, потому что вы не креативные люди. То есть креативные люди пытаются делать скетч. Я художник, я так вижу. А люди, у которых склад умам просто инженерный, то есть 70% у вас инженера, вы пытаетесь сделать дизайн. Это просто смешно. Нужен ли он какой-то... Должен быть ли дизайн вообще какой-нибудь красивый? Он должен быть аккуратный. Я думаю, вы это уже слышали. Просто слово аккуратный – это такое непонятное... Какая-то тоже непонятная херня. На самом деле дизайн аккуратный – это... Сейчас попробую показать. Ну вот, например, аккуратный дизайн. Здесь ничего лишнего нету. При этом есть, например, блоки с примерами. Есть иконки. Без иконок тоже, в общем-то, плохо. Желательно, чтобы были иконки. А еще лучше вместо иконок – фотографии. Вот как здесь, например, тоже. Здесь нету дизайна. Здесь есть аккуратность. Аккуратность прямо рулит. Ничего сверхъестественного здесь нет. Схематичность и дизайн. Но люди, когда, опять же, говно течет или пытаются заказать, например, на прочистку канализации какой-то крупной, забито что-то, их вообще не интересует дизайн. Вообще не интересует ничего. Они даже статьи читать на самом деле не будут. Почему всякие SEO-сайты, ну, замечательно, они висят по этой тематике, но там мало звонят. Потому что их не интересуют вот эти огромные портянки. Им интересна только цена. Вот есть 5000 рублей, и их они интересуют, в принципе. Все. Другое дело, если у вас какая-нибудь ниша, связанная с эмоцией. То есть, если у вас художественная роспись стен и потолков, да, здесь нужен дизайн, чтобы он был яркий, чтобы он был запоминающийся, и желательно, чтобы он был немножко отличный от конкурентов. Потому что у конкурентов, ну, бывают такие стрёмненькие дизайны. Но могу честно сказать, абсолютно честно, я общаюсь просто с несколькими людьми, которые занимаются тоже художественной росписью, и у них тоже есть лендинги. Этот лендинг красивый, те лендинги не очень красивые. Ну, этот красивее. Но, опять же, это, по моему мнению, и мнению нескольких людей всего лишь. Конверсия на этом лендинге чуть-чуть выше, на полпроцента процент от конверсии лендинга, где страшно. Ну, все страшно с дизайном. Это не так много, честно. Ну, конечно, если брать в общей сложности, может быть, да, здесь заявка стоит чуть дешевле. Но, опять же, нет ничего такого сверхъестественного. То есть, здесь суперкрасивый дизайн, здесь, конечно, есть структурированность, все замечательно. На тех лендингах тоже есть структурированность, потому что я там тоже записал, и там делали по моим калькам. Но там дизайн чуть похуже. И на полпроцента всего там конверсия ниже. Может быть, кстати, даже не с дизайном связано, просто здесь очень много работы, они подписаны. Ну, в принципе, там тоже самое. То есть, в принципе, очень схожая вся история. Но вот могу говорить только по фактам. По фактам, полпроцента в низших эмоциях. Если эмоций нет никаких, канализация не внушает ни у кого эмоций, я думаю, из вас. Там вообще не важно абсолютно какой дизайн. Очень важный момент, что запоминаемость должна быть не в фоне. Запоминаемость должна быть в деталях. Вот эти два момента, они можно их объединить в один блок. Потому что большая часть людей пытается сделать красивый фон, что-нибудь там на берегу моря, какую-нибудь херню, еще чего-нибудь. Ребят, это бесполезно. То есть, эти красивые фоны, они вообще ни к чему. Вам самое главное, человеку донести информацию. Если эмоцию вы хотите донести, вставьте видео. Вот вставьте видео, и будет офигенно. Если вы хотите донести информацию, вносите просто полностью информацию. Не нужно делать смету, а на фоне сметы, вот в банях, да, как я показывал, вот здесь, где там, здесь же нет никаких суперэмоций, вообще никаких. Вот для меня, например, баня – это баня. Да, я люблю попариться, очень люблю. Да, у меня, например, есть баня. Да. Но у меня никаких эмоций к постройке бани вообще нет. Поэтому есть люди, которые, да, говорят, нормально построено. Потому что никаких там эмоций супер и не сделаешь. Вот. И в смете, например, да, вот в этой, ничего не придумываешь сверхъестественную. И фон здесь делать, например, какой-нибудь красивый, где стоит баня ночью, ее красиво подсвечивает какая-нибудь хернюшка там, и сверху пролетает комета – это бесполезно. Просто бесполезно, потому что человеку важна просто смета. И не придумываете. А зачастую реально люди заморачиваются, ищут фон. Я видел таких людей. Четвертый пункт очень важный. Должно быть идентичны со скетчем. Потому что даже дизайнеры, когда им говоришь, «Ребята, сделайте, пожалуйста, точно так, как в скетче». Они не делают, как в скетче. И вы, когда делаете, например, делаете первые наброски, если, конечно, вы их делаете, они у вас не совпадают с цветовым дизайном. Потому что у вас включился вот этот третий глаз, вы начинаете видеть как-то все по-другому. Ой, здесь картинка, здесь надо как-то по-другому передвинуть, и начинается просто полная жопа. Нет, так делать нельзя. И пятое – упор должен быть на основные детали продажки и выгод. То есть запоминаемость идет в деталях. Это, например, иконки, аккуратность, какие-то еще элементы. Но они даже больше к скетчу относятся. То есть здесь, в принципе, никаких деталек нет. Можно что-то дописывать, конечно, но вы поймите, все равно все упирается в текст. Здесь тоже все упирается, в общем-то, в текст и факты. Здесь нельзя ни эмоций никаких, ничего. Ты не придумаешь просто. И здесь должна быть аккуратность. Здесь просто текста много, надо меньше или подкат убрать. Но факт остается фактом. Просто аккуратность – залог успеха. Какие должны быть элементы подсвечены? Ну, например, заявка на выкуп. Она должна быть подсвечена. Форма должна быть выделена. Да, она должна быть выделена. Кнопка, например, здесь она желтая. Желтая. Кстати, насчет цветов кнопок мы тоже поговорим на интенсиве. Очень смешная тема. Могу вкратце сказать, что действительно желтые кнопки почему-то работают чуть лучше, чем другие. Но, опять же, не везде. Есть там некоторые заморочки. Можете попробовать желтые кнопки. Могу даже с уверенностью сказать, что у 50% вырастет конверсия. 50% из вас. Ну и все, собственно. Выделяете основные детали продаж и выгод. И у вас все замечательно в дизайне. Все. Остальное – это на вашей совести. Но, когда вы начинаете, опять же, подбирать какие-то крутые картинки, еще чего-то, здесь вы тратите очень много времени. Это плохо. Не надо тратить очень много времени. Потому что дизайн, я вам могу даже так сказать, что лендинг пейдж вы сделать идеальный сразу не сможете. Как бы смешно ни звучало. Потому что вот этот лендинг, он уже 3 года делается. И он еще не закончен. И вы никогда не закончите лендинг. То есть тут каждый раз что-нибудь новое добавляется. А потом еще, ой, надо добавить блок, ой, надо добавить еще вот этого, ой, надо вот того добавить. Ой, а люди спрашивают то, поэтому надо еще какой-нибудь блок добавить. Вы никогда не сможете до конца доделать лендинг. Никогда. Просто у вас рано или поздно… Нет, никогда такого не случится. Рано или поздно, я хотел сказать, нервы сдадут. Займетесь чем-нибудь другим. Но нет, все равно дорабатывать придется. То есть я могу сказать, что у меня где-то 5-6 пунктов висит, как дорабатывают лендинг. И да, дорабатываются лендингами путем, первое, анализов. Не АБТЭстов, а анализов. Вы анализируете, когда к вам зашло 3000 человек, вы анализируете, что люди делали. Они АБТЭстингом заниматься тупым, который вообще ни к чему не приводит. Второе, анализировать результаты звонков. То есть люди звонят и говорят, алло, здрасте, а сколько у вас стоит канализацию прочистить? То есть если, например, 40% людей спрашивают, сколько стоит прочистка канализации, значит они не видят ценник. Значит можно ценник подвинуть. Да, если люди стали меньше звонить, обратно возвращать можно. Но это не обязательно делать АБТЭстинг или еще что-то там извращаться. Это можно сделать и так понять. То есть тут даже особо умным не надо быть, одаренным. И да, если люди, вы что-то добавили в лендинг, то есть добавляете, не переделываете, а доделываете. Нет, не переделываете, не доделываете, а то я опять своим длинным языком неправильно скажу. Именно добавляете что-то. И если это увеличивает конверсию, замечательно, круто. Если вы добавили, никак не увеличилась конверсия, ну окей, молодцы, добавили. В общем, ничего это не поменяет. А уже потом, в конце, можно тестировать АБТЭстингом, можно тестировать конкурентов, можно вставлять лендинги конкурентов и смотреть, какие они крутые или не крутые, или какие-то блоки у конкурентов смотреть. Это правда тоже работает, это нормально, здесь нет ничего такого зазорного. То есть, когда вам люди будут звонить и говорить, а вы у нас украли блок или что-нибудь такое, ну скажешь, да, хорошо, мы уберем. И убираете, и ничего здесь такого страшного нету. Вы зато потестировали и знаете, что его блок этот ни хера не работает. Либо он работает, и вам надо сделать идентичный блок и так далее. То есть, вариантов тестирования и доработки лендингов их миллиард. И это кроме АБТЭстинга. АБТЭстинг – это просто механизм аналитики. Да и то не очень, не самый лучший. Вот.